Квартира была муниципальной, после смерти женщины не могла перейти ее сыну. Кроме того, с точки зрения эксперта-криминалиста, поджог квартире с целью ею завладеть редкий и нетипичный случай. Если квартира выгорела, в цене она упала, криминальный шлейф остается и при продаже тоже, и ремонт иногда выгоревшей квартиры стоит больше, чем сама квартира. Квартира отошла государству, а не прямому наследнику. Криминальная версия пока не находит подтверждения. Мы отложим поиски мотивов возможного преступления. Нам важно ответить на вопрос, почему огонь сжег Елену Сидаркевич, но не стал распространяться дальше. Сложно полностью сжечь человеческое тело, ведь оно на 60% состоит из воды. Даже на пожарах, где температура огня достигает 900 градусов, тела Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун в апреле 45-го не сгорели до конца. Мы имеем совершенно точную информацию, то есть это информация от людей, которые видели со стороны, и подтверждение людей, которые это делали, что Гюнша и Линге вылили на трупы по две канистры, по две 20-литровых канистры, то есть 80 литров бензина. Перед тем, как совершить двойное самоубийство, фюрер и его жена завещали превратить тела в прах, чтобы останки не достались советской армии. Но строго выполнить последний приказ вождя Рейха оказалось невозможно. Можно даже сказать, что это были не целиком тела, а скорее значительно крупные фрагменты обгорелых костей, на которых оставалось какое-то количество именно обгорелой плоти. Это неудивительно. Даже в печах крематориев полностью сжечь останки человека не удается. В любом случае остается структурированная форма в общих контурах, напоминающая чертания, и она не представляет из себя, как общераспространено, эта кучка пепла это не так. Костные останки измельчают в специальной машине – кремуляторе. Чтобы человеческие кости превратились в пепел, нужна температура выше 1700 градусов. Такой жар поддерживается, например, в Мартеновской печи, где выплавляют сталь. Так какой же температуры был огонь, превратившийся в пепел тела Елены Сидоркевич не в крематорию, а в обычной квартире? Это практически невозможно. Но похожий случай произошел в селе Ржаница, в 40 километрах от Брянска. В 2001 году в доме, где жила Валентина Климова, случился пожар. Открытого огня соседи не видели. Почувствовали лишь странный запах. Пахнет какое-то сало. Ну, дым и деть, и деть, и деть. А там с печки труба была открыта, печка из-за пепела вся. Пол загорелся. И она загорела от ледяной пыли. Эксперты осмотрели место трагедии и не нашли следов огня в доме. Обгорел лишь участок пола, не более двух квадратных метров. Останки женщины представляли собой лишь горстку пепла и небольшие костные фрагменты. Характер возгорания заставил криминалистов выдвинуть парадоксальное предположение. Потерпевшее сгорело как бы изнутри. К таким же выводам пришли криминалисты и в Минске. Горяние шло не снаружи, как принято, а шло снутри. Оно как бы распространялось по внутренним частям тела. В данном случае по костям оно шло клиновидным образом. Верх обгорел, но целы, кожные покровы. Вреждений кожных покровов нет. А огонь, где раз в сантиметре на 3-4, может больше, как бы ушел внутрь кости. Вот документы. В актах гистолога и химика, изучавших фрагменты тела Валентины Климовой, находим заключение, где написано. Кровь погибшей подверглась воздействию высокой температуры, поэтому не может быть исследована. Когда человек сгорает, сгорает все ткани. Они превращаются сначала в пар, потом в прах. И поэтому крови нет, потому что она сгорела. Так что же могло вызвать подобную сверхтемпературу? Неужели есть такое вещество? Роман Лутошкин настаивает на криминальной версии произошедшего. Он считает, тела Елены Сидоркевич и Валентины Климовой могли быть уничтожены при помощи сверхгорючих соединений. И важно самому не сгореть во время этого эксперимента. Состав, который собирается использовать Роман, имеет температуру горения 3000 градусов Цельсия. Всего в два раза меньше температуры на поверхности Солнца. Эта смесь может прожечь автомобильный мотор сначала и до конца. По понятным причинам мы не называемое вещество, которое смешивает Роман. Берем нашу испытуемую свиную лапку, которая будет у нас, в общем-то, образцом кожи и мяса. Роман собирается полностью уничтожить органические соединения, идентичные человеческим тканям. При помощи вещества, которые способны гореть даже без доступа кислорода. По-моему, тут горит не только лапка, а все вокруг вообще. Так сможет ли подобная температура уничтожить кожу, мясо и кости? За счет невероятной температуры вещество Романа разогревается и становится текучим. Вступая в контакт с органикой, оно в буквальном смысле уничтожает ее. В этом кроется разгадка силы испепеляющего огня, погубившего в Минске Елену Сидоркевич. Но есть одно но. Следы такого уничтожения нельзя скрыть. В этом и квартира сгорит, и количество их потребуется очень большое. Это килограммовое количество нужно будет. И потом они горят достаточно медленно, и человек в принципе может убежать. Для преступников добыть химические вещества, чтобы тело жертвы горело с температурой 3000 градусов, не так уж сложно. Но на месте пожара таких веществ обнаружено не было. Все наталкивает на мысль, что тело загорелось само собой. В мировой истории описаны многочисленные случаи самовозгорания людей. Сообщения о самовозгораниях регулярно появляются в прессе последние полтора столетия. Британский медицинский журнал в 1888 году сообщил, На сеновале в шотландском городе Абердин обнаружено сгоревшее тело солдата. При этом сухая солома вокруг почему-то не воспламенилась. Бостонский журнал медицины и хирургии в 1880 году опубликовал сообщение о женщине, охваченной пламенем от брюшной полости до поясницы. Ее кости сгорели дотла. При этом одежда не пострадала. Индийская газета «Мадрас Мэйл» в 1907 году рассказала о женщине, внезапно вспыхнувшей в здании вокзала. А в 1993 году перуанская пресса сообщила о гибели настоятеля католической церкви в городе Орельяно. Писали, что он превратился в огненный столб прямо во время мессы. Трудно объяснить или практически невозможно объяснить весь набор фактов, связанных с самовозгоранием людей. Настолько невероятно кажется это явление, что гипотезы такой приемлемой, которую бы признали все, нет. Необходимо не менее трех тысяч описанных случаев, чтобы явление признали научным фактом. На сегодняшний день доказанных случаев самовозгорания в 10 раз меньше. Один из них и произошел с 70-летней Еленой Сидоркевич. Театр Маяковского. Здесь сегодня дают мертвые души Гоголя. Я здесь не случайно. И скоро вы поймете, почему. Опа! Душечка Лизенька! Лизенька! Павел Иванович Чичиков предлагает помещице Коробочке продать ему мертвые души. А у вас крестьяне умирали? Ой, 18 человек. И следующий фрагмент бессмертной поэмы. Кузнец загорел! У вас был пожар! Вот так вот! Вылипел лишний, вот так вот у него внутри и загорел. Каждый из нас хорошо знает эту историю еще со школы. Но никто не задумывался, почему же на самом деле сгорел Кузнец? Пять лет на сцену театра Маяковского в роли Чичикова выходит Сергей Арцебашев. Он же и режиссер этого спектакля. Сергей Николаевич, как вам кажется, что на самом деле произошло с Кузнецом? Выпил лишнего. У него там внутри все и загорелось. Скажите, ну как вы актерам объясняли этот феномен? Ну, я думаю, что актерам объяснять много не надо. Актеры не понаслышке знают о том, что такое проспиртоваться. В народе эти истории известны. Спирт горит, водка горит. Там 40 всего градусов. И вот когда, видимо, в этом человеке все это будет нарушено, этот процесс, он может воспламениться. Кузнец! Сгорел! Елена Сидоркевич из Минска и Валентина Климова из Брянска сгорели тем же, самым загадочным образом. Все эти три случая связывают одна деталь. Они любили выпить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!